Меня обвиняют в мошенничестве на том основании, что житель, которого очень долго оказывается застройщик, содержал и финансировал. Это сейчас из дела выясняется. Я не знаю, почему не обратили на это внимание. Там скрытые записи есть его, где он сам признается в разговоре, что ему и раньше деньги давали. Ну, видимо, так его прикармливали, чтобы потом схватить его за руку в какой-то раз и заставить его дать показания, что он якобы со мной должен был поделиться из какой-то там сумки. Оно абсолютно сфабриковано. Сфабриковано застройщиком. Это компания «Стоунхендж». Компания, которая, как сейчас уже выясняется, была в первую очередь заинтересована хапнуть землю общественную. Эту землю они продавали с 2018 года. Как свою продавали своим клиентам. Как часть этих вил, где будет сад. А поскольку я входила в градостроительную комиссию префектуры, а тогда были публичные слушания, то они прекрасно понимали, что я им не позволю землю, общественную землю Тверского района взять и забрать. Они уже однажды пытались, поставили незаконный забор. И мне удалось, именно потому что закон им этого не разрешал, убрать этот забор и поставить там, где он тогда должен был стоять. Сейчас вот меня избрали в 2022 году. Мне не дали даже выйти из дома для агитации. Я при домашнем аресте сидела и в своем округе первое место по голосам заняла. Я сейчас действующий муниципальный депутат, да. Вот сейчас в сентябре меня избрали. Такого еще не было, как говорят, что человек... Человек под домашним арестом стал муниципальным депутатом. Да, но такого вообще не было. И вот пока я сидела по домашним арестам, они умудрились в мае эту землю прикарбанить. Уже, получается, на законных основаниях. И жители очень злые в Тверском районе. Они готовятся подать в суд на решение, отдать им эту землю. Ну, посмотрим. В общем, все, как сейчас выясняется, приводит к дорогой московской земле. Такой бред здесь в качестве доказательства моей линии был оскорчен. Каждый нормальный человек, который здесь сейчас в зале присутствовал, сам может сделать выводы. Это месть, месть застройщика. Это желание, вы посмотрели, три года не занимать, значит, чтобы я не была муниципальным депутатом. Вот все выводы вы сами все-то слышали. Ни одного доказательства в теле моей вины нет. Ни одной записи, где я у кого-то какие-то деньги требую, нет. Судом не изучено ничего из того, что в самом деле говорит о том, что дело сфальсифицировано. Судом не изучено ничего из того, что дело сфальсифицировано. Уголовного кодекса Российской Федерации конфисковать, обратив доход государства. Уголовного кодекса Российской Федерации конфисковать, обратив доход государства. Уголовного кодекса Российской Федерации конфисковать, обратив доход государства. Для нас для всех шок. И я очень надеюсь, искренне, что это не окажется сигналом для других городозащитников, которые сейчас реально борются во всей Москве. Что это не будет сигналом, и они останавливают свою работу. Потому что Кетя не для этого билась. Сейчас получила реальный срок, чтобы другие люди испугались. Нет, она сама бесстрашная. Я надеюсь, что люди поймут, что все равно бороться надо. И понятно, что это заказ застройщика, и понятно, что это строительная мафия. К сожалению, так обстоят дела, что у нас же на уровне небольшого муниципального депутата никаких дел невозможно решить. А если ты пытаешься решить, то ты потом можешь оказаться в тюрьме. Но я очень надеюсь, что история у нас такая, что со временем таких людей, как Кетя, как Илья Яшина и других городозащитников и защитников Блажанских свобод, через них будут когда-нибудь называть улицы, площади. И я надеюсь, они войдут в историю. А те люди, которые их посадили и сделали все для того, чтобы эти люди оказались, наши городозащитники, наши защитники реальные, оказались в местах заключения, чтобы это все как-то поменялось местами. Я очень надеюсь, что это когда-нибудь случится. Очередной обвинительный приговор очередному муниципальному депутату 4 года Китаван Гурамовна Хараидзе по абсолютно надуманному обвинению, в приговоре приведены буквально слово в слово все те доводы, которые были в обвинительном заключении. А следствие было проведено из рук вон плохо. Противоречивые показания свидетелей, которые были даны на предварительном следствии, были использованы следователем и судьей. Избирательно из показаний вытаскивались только отдельные фразы, которые укладывались в версию следствия и которые позволяли утверждать виновности Хараидзе. Доказательства, которые мы считаем неприемлемыми, недопустимыми, судом были сочтены допустимыми и тоже положены в основу обвинительного приговора. Многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства не были оценены судом первой инстанции. Наши доводы суд не услышал, счел, что версия следствия последовательна и непротиворечива. Что абсолютно с нашей точки зрения не соответствует действительности, не отвечает принципам законности, не отвечает принципам правосудия. И безусловно мы будем обжаловать этот приговор и дойдем до, надеюсь, победы, потому что такие приговоры не должны выноситься. Еще раз говорю, это последовательная расправа с муниципальным корпусом независимых депутатов в Москве.